У меня есть на канале Плуэлист, называется «Любая прошивка». Туда я складываю, как прошить по брендам, условно, как прошить любую Samsung, где есть прошивку и так далее, и по моделям процессора. Это у меня аппарат Dexp. Он уже считается раритетом, но тем не менее они все равно приходят в ремонт. Этот конкретный пришел с блокировкой, но смысл от этого не меняется. Он у нас на процессоре Allwinner. Несмотря на то, что на 4PDA написано, что у него процессор Sprite Room, в тот момент Sprite Room был не так сильно развит, как Allwinner, а 13, 20 и так далее. Бренд в данном случае также точно не имеет никакого значения, но раз это Dexp, я покажу, где взять прошивку, как разобраться с моим файлом хранилищем Mega, на котором лежит программа Phoenix Suite, которая его будет шить, куда добавить файл IMG, не пользуясь Live Suite, хотя такая программа тоже есть. Просто я считаю, что Phoenix Suite более адекватен в этом плане. Драйвера поставит у нас сама программа при установке. У меня она уже установлена на компьютер, но тем не менее я покажу, где ее взять и как ее установить. Она сама вам поставит драйвера. Все, что вам останется, это подключить в нужный момент к компьютеру. Это я тоже покажу, но уже на самом планшете чуть попозже. Мы там зажмем какую-то клавишу и провернем какую-то манипуляцию. Я планшет сейчас выключаю, потому что пароль я все равно не знаю. Можно, конечно, делать хард-резет, но это не тема этого видео. Хочется показать именно прошивку Allwinner. Идем на компьютер и посмотрим вместе с вами программу Phoenix Suite. Попробуем мой новый микрофон Audio Technica A2020, по-моему он называется. Заодно и ролик запишем. Прошивку мы берем с официального фтпшника Dexpo. Кто давно на канале, те знают. Я показывал, есть фтпшник, таблет ПК, ну или смартфон. Что у вас там, выбираете свою модель. У нас это A210i. Видим, что буквенное значение очень важно. Прошивки у них несовместимые. И качаем архив. Прошивальщика там не будет, там будет только мегафайл. В любом случае, видео это о том, как прошивать. Открываем мое файлохранилище Mega. Там я выложил для вас драйвера, программы, восстановление серийников, разблокировку ФРП. Кто занимается этой темой, рекомендую к использованию. Там все собирал как для себя. Открываем раздел программы. Ссылки всегда есть в описании. Allwinner. И вот она программа Phoenix Suite. Встретите новее, ставите новее. Если вы не привыкли к Phoenix Suite, качайте Live Suite. Это портативная программа. Phoenix Suite она установочная, а Live Suite она портативная. И тут же есть в этой папке, ну прям папку копируйте, драйвера для USB, для установки. Прямо они лежат в папке. Если вдруг сама она не поставит. Вот так выглядит папка, и вот драйвера. Вот шить на семерочке. Все, скачали. Скачали программу. Экзешник или MSI. Это программа. Везде далее-далее совсем соглашаемся. Если вдруг драйвер не ставится, по ссылке в описании смотрите мое видео. Как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете, заново ставите, драйвер поставится. Вот так у вас будет выглядеть программа Phoenix Suite. Драйвера, повторяю, если надо, они вручную в папке лежат. Можете взять оттуда. И Live Suite и Phoenix Suite выглядят примерно одинаково и работают они одинаково. Здесь графический интерфейс больше, а Live Suite просто маленькая строка. И там, и там. Нажимаем Furware, выбираем файл. Выбираете файл, указываете путь к файлу IMG, который является нашей прошивкой. Я его скачал заранее и положил на рабочий стол. Не жмем обновить. Ни в коем случае. Смысла не имеет никакого. Мы сейчас просто его перейдем в режим прошивки. Сейчас это бросаем так. Мы просто услышали момент, он подключится и здесь сменится окно. А мы идем на камеру. И на камере я вам покажу, как сколдовать, чтобы он определился в режиме прошивки. Так будут шиться все Allwinner. Из интересного. Значит, планшет у нас выключен. Если он у нас включается, доходит до рабочего стола, вы, конечно же, на рабочем столе его и оставляете. И он у вас в программе, во вкладке в Home, увидится. Вы нажмете обновить, он вам предложит его перезагрузить насильно и обновить. Но у нас такой фокус не проканает. Вставляем кабель. И загорел зарядка. Запоминаем. В некоторых моделях вам нужно зажать плюс и воткнуть зарядку. Не зарядку, а от компьютера кабель. О, а то перепутал бы сейчас. От компьютера кабель. В некоторых нужно минус зажать и подключить от компьютера кабель. Но здесь, видите, сразу загорается логотип и он шиться не хочет. Это фигово. Раз он шиться не хочет в такого положения, то нужно его насильно в него перевести. Он у нас подключен к компьютеру. Зажимаем на нем плюс. Можно плюс, можно минус по очереди. Если не получается, просто в резет нажимаем или перезагружаем, он попадет в этот режим. Можно нажать резет, зажав минус или там зажав плюс, и он попадет в режим прошивки. Тоже, но не все модели. Ну что, поехали. Значит, подтыкаем ему зарядку и ждем индикатора батарейки. Вы подтыкайте сразу с зажатым плюсом. Так, у меня еще разъем раздолбанный. Все, батарейку он мне показал. Сейчас погасит. Вторая батарейка должна, по-моему, загореться. Да, отлично, другая. Погаснет. Зажимаем плюс. Он у меня ближе к зарядке. Иногда надо с минусом, поэтому надо пробовать или то, или то. Минус, плюс зажимаем. И много раз жму питание. Жму много раз. Пока не начнет включаться. Что ты моргаешь, зараза? Ну-ка, подержим. Так, что-то погас. Пробуем еще раз. 7-10 надо питание нажать. Так, и идем на комп. На компьютере он... Так, что-то отвалился, гад. Должен был увидеться. О, увиделся. Отлично. И Phoenix Suite, и Live Suite вам предложат его отформатировать, либо с сохранением данных прошить. Всегда нажимаем «Да», всегда форматируем. Он спрашивает, вы уверены? Да. Будет низкоуровневое форматирование, скорее всего, и зальется прошивка. Почему это нужно делать именно с форматированием? Если вы со своими данными прошьете, то все те косяки, которые вам привнесли ваши программы, ваши файлы, они, к сожалению, останутся и в новой прошивке. Перенесутся в нее. Поэтому, если вы делаете что-то типа прошивки, делайте сразу по-человечески. Если делать что-то нормально, поэтому сразу делайте с форматированием. Все косяки, все какие-то глюки уйдут, и если прошивка, например, в нашем случае, она вообще в единственном экземпляре, если вдруг она новее, вы еще и новую прошивку поставите. Ну и как везде, ключевое правило – не прерывать прошивку. После того, как закончится, будет 100%, он сам отвалится, сам начнет включаться. Если он этого не сделал, дожидаетесь 100%, отсоединяете, закрываете Phoenix Youth, отсоединяете планшет, включаете. Ждете заметно дольше обычного 10-15 минут, он включится чистый, сброшенный. В нашем случае это был пин-код, но пин-код лучше, наверное, хард-ридетом убирать, не обязательно для этого шесть. Но дело в том, что у некоторых холлвинеров рекавери как таковое отсутствует, и там есть только режим прошивки. Вот мы его и прошили. Чуть для вас перемотаю, потому что это пустая информация, и продолжим. Обновление прошивки выполнено успешно, я нажимаю ОК, я закрываю Phoenix Youth, соглашаюсь и иду на планшет. А планшет тем временем начал включаться. Естественно, вы должны знать, что надо все это делать на заряженном планшете, все ваши данные удалятся. Я как бы такие прописные истины вам не рассказываю. Все по другим аппаратам, по каким-то МТК, спритруму и так далее, все будет в плейлисте, любая прошивка, ссылка есть в описании. Также рекомендую плейлист полезный. Все самое интересное, важное и полезное своего канала я складываю именно в этот плейлист. Если кто-то так же, как и я, связан с этой работой, я рекомендую к просмотру именно этот плейлист как начало работы. Вы дождаетесь окончания, не прерываете, все включится. Если что-то непонятно, можете спросить в комментариях. Если ищете какую-то прошивку на Allwinner и нигде не находите, или там на Rockchip, я рекомендую Nidrom.com. На этом сайте вы найдете почти все для китайщины. Все самое интересное, важное и полезное самого канала по листе, полезное, попасть может в главную страницу канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok